Видите, можно сделать выводы. Выгнал, всё. Побил, всё, развод. А ты просто посмотри вглубь ситуации, что на самом деле произошло. Ты же уперлась, как баран. А мужчина не может этого терпеть. В результате он начал драться. Теперь ты говоришь, я с ним больше жить не буду, я не могу это вынести, что он меня побил. Почему ты не можешь вынести? Ты же сама виновата. Мужчин никогда просто так драться на женщину не будет вообще. А если это просто так, то зачем ты вообще за такого дебила вышла замуж? Ты точно не за дебила выходила замуж? Значит, не просто так. А если не просто так, ну и скажи себе, я сама вот такая вот глупая, не знаю, как с мужчинами вести. И не надо разводиться с человеком. А что с ним надо делать? Молись просто, чтобы у тебя прошло три стадии. Первое – спокойствие в сердце. Второе – возможность с ним нормально общаться. Третья стадия – раскаяния в его сердце. И воссоединение семьи. Все. Вот это все, что надо делать. Никогда не сдавайся. Никогда не делай глупости. И всегда знай, что эта жизнь предназначена только для учебы. И больше ни для чего. И никто не хочет покоцать твою жизнь вообще. Тебя просто Господь обучает в разных ситуациях жизни. А ты учись, не сдавайся никогда. Хороший период. Плохой период. И начинай жилья брать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Услышали песню, нет? Да. Ну вот, учитесь молитве сейчас. Все сели прямо. Если вам кто-то, птицы какие-то шепчут, да ничего не получится, у тебя крест-одиночество, все болезни излечимые. Вспомните эту песню. Орлята учатся летать. Знаете, что даже если эта болезнь действительно неизлечимая, то все равно вас никто не может победить. Если вы верите в победу до самой последней секунды своей жизни, молитесь, и в тот момент, когда вы уходите из жизни в этой борьбе, то Бог такую награду вам дает, вы даже представить не можете. Священное Писание говорит, сколько бы у человека грехов не было, какой бы он вообще не был плохой. Если он до последней секунды жизни верит в победу, молится, повторяет молитву, то если он в таком состоянии оставляет этот мир, Бог ему прощает все его грехи, считает его святым и отправляет в духовную реальность вообще. Поэтому в этом мире нет поражения, если вы его не принимаете сами. А теперь напоследок. Я вам расскажу всего лишь одну историю, а потом будем молиться. Я с самого начала, как только занялся, работая над собой, изучением духовной практики, когда я обрел свою веру, меня Бог послал в одно место. Это место в святом месте называется Госпес. Госпес – это место, куда приезжают люди умирать. И туда приезжали умирать непростые люди. Это очень возвышенные люди туда приезжали умирать. И я видел, как они живут. Я вам не просто так все рассказываю. У меня есть опыт на судьбах людей, которые прошли эти экзамены. Я вам всего лишь один случай расскажу. Одна молодая девушка, 20 с лишним лет, 22-23, я не знаю сколько, красивая. Она приехала умирать в святое место, потому что у нее был рак крови. Рак крови означает такая болезнь, что с каждым новым выбросом лейкоцитов ты задыхаешься. И если выжила, еще поживи месяц, значит. Следующий выброс – опять задыхаешься. И потом, когда ты уже… То ты все. И вот так вот жди следующего выброса. Будешь жить или нет. И наследно о каком-то из выбросов. Или ты переливаешь кровь, ходишь каждую неделю, что очень тяжело. Или просто готовься к смерти. Поражает обычно молодых. И в основном женщин. Рак крови. Итак, она приехала умирать, потому что ей надоели эти переливания. Она просто всем сказала «Чао Баби на ссоре» и поехала умирать. И просто сидела целыми днями, молилась, ходила вокруг святого места, по рекраму, паломничество и готовилась к смерти. Эти приступы как бы приходили, она чувствовала, что еще выжила дальше. И радостная, счастливая приняла свою судьбу, потому что она в святом месте. Заметьте, радостная и счастливая. Не несчастная и замученная. Я сначала вообще не понял, что она там делает. Я когда приехал, она уже там такая счастливая, молится, улыбается всем. Я говорю «Ты что здесь делаешь?» Она говорит «У меня рак крови». Я такой «Пам!» «Ничего себе!» Но это только начало истории. Потому что потом дальше случилось так, что у ней приступы стали все слабее, 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 потому что она целыми днями ходила вокруг святого места и молилась. Она любила солнце, то есть она лечилась просто все это время. В том раз они вообще прекратились, а она никому об этом не говорила, потому что она боялась думать даже в эту сторону. Представляете, такая тяжелая болезнь, еще там на что-то надеяться. Прошло полгода, приступы прекратились совсем, полгода не было ни одного. И она говорит «Я хочу с вами поговорить». Я говорю «О чем?» «Вот у меня нет полгода приступов, я не знаю, как об этом думать». Я говорю «Пойдем сдавать анализ крови». Сдали анализ крови, рака крови нет. Но это еще начало истории, потому что через пару недель после этого она познакомилась с очень возвышенным человеком там, в святом месте, и вышла за него замуж. Она приехала умирать, а Бог ей дал жизни и очень хорошего мужа. только потому, что она не согласилась со смертью. Она не сделала кислую физиономию. Она просто радостно жила дальше. Это вам всем урок, понимаете? Хороший урок, и мне тоже.